Продолжаем выпуск и возвращаемся к центральной теме этого выпуска, этого вечера, контракту «Новотека» и «Эон Россия». Этот вопрос обсудим с Владимиром Рожанковским, директором аналитического департамента инвестиционной группы «Норд Капитал». Владимир, я вас приветствую. Здравствуйте. Итак, действительно ли это соглашение, этот контракт, такая значимая сделка для рынка? Или, по сути, это такое просто исключение из правил, то, что у «Газпрома» отобрали контракт? Ну, вы знаете, это приятное исключение, скажем так, потому что на рынке сейчас энергоносителей и электроэнергии происходят, на мой взгляд, антирыночные процессы, которые, по сути говоря, дают возможность, я не знаю, так сказать, с ведома ли ФАС, либо с его, так сказать, недоглядки, если можно так выразиться, но, по сути говоря, две антагонистичные части бизнеса, они сливаются в один конгломерат, что, безусловно, крайне негативно для развития, ну, в первую очередь, слабой компоненты. Это, естественно, российской энергетики. Ну, вот западный участник, один из тех, которому посчастливилось, там, в кавычках или без кавычек, приобрести кусочек российской генерации, они сейчас действуют, на мой взгляд, сугубо рыночными методами. Они сравнивают предложения, которые к ним поступают, и, как у нас говорят, режут косты, то есть они снижают затраты. И, как нормальная компания, естественно, она заинтересована в том, чтобы получать как можно большую прибыль при как можно меньших затратах. Новотек – компания не новая, не первый день, она достаточно давно на рынке, она известна, ее историю можно проследить, посмотреть на ее финансовые отчеты, в конце концов. И, собственно говоря, размер, как говорят англичане, американцы, size doesn't matter. То есть размер не имеет значения. Имеет значение гарантии по тем объемам, которые они в контракте прописали, и, естественно, тарифы. Если «Газпром» предложил тарифы хуже, чем у «Новотека», то понятно, что «ЕОН» в данной ситуации действует по классическим канонам рынка. Он выбирает того поставщика, который ему предлагает более выгодные контракты. И это положительно. Вот сейчас на рынке складывается достаточно интересная ситуация. Заканчиваются многие крупные контракты, которые были заключены еще в 2007-м, с достаточно крупными потребителями газа. Контракты заключались с «Газпромом». И, в общем, сейчас эти нужно контракты перезаключать, и появляются вроде как шансы у независимых поставщиков газа. Собственно говоря, и он вот такой вот, станет ли он первым примером в этой череде? Или все-таки, на ваш взгляд, это действительно останется просто исключением? Ну, знаете, я думаю, что его примеру последуют другие иностранные участники. Именно иностранные? Да, в первую очередь иностранные. Потому что российские участники, давайте мы вспомним, кто они. Ну, в первую очередь, это сам «Газпром» с его ОГК-2 и ОГК-6. И, на мой взгляд, это не очень рыночная структура. Потому что, собственно говоря, «Газпром» и покупал электроэнергетику. Так вот, если вещи своими именами называть. В этом случае, если тарифы на перекачку газа в Западную Европу вдруг начнут снижаться, они снижаются по известным причинам, то у «Газпрома» будет, по крайней мере, альтернативный источник получения доходов в виде электроэнергетики. Но негатив, все бы хорошо, но негатив заключается в том, что сами энергетики при этом, если тарифы на газ будут завышенными, что вы думаете делать? Они будут проглатывать эти расходы дополнительные? Нет, они их просто переложат на плечи конечных потребителей. А конечных потребителей, естественно, придется субсидировать государству. Понимаете, вот эта порочная модель, конечно, есть какой-то определенный лаг во времени между вот этими всеми элементами в этой цепочке, которая позволяет какое-то время прожить в мире, но итог, конечный результат вот этого всего – это недовольство низкообеспеченных слоев населения и, по сути, неизбежность государства вторжения в этот рыночный процесс и помощи каким-то слоям. Это неправильная модель. Поэтому я думаю, что такие компании, как Фортум, как Энель, они вполне тоже будут, по крайней мере, стараться каким-то образом. Но в основном это все равно касается именно иностранных компаний. Да, потому что российский – это еще кэс-холдинг, можно упомянуть, неэффективный, в общем-то, который тоже пытался, собственно говоря, продаться и так далее. У нас нет эффективных собственников генерации. Владимир, спасибо огромное вам за комментарии. В эфире телеканала «Эксперт» был Владимир Рожжевский, директор аналитического департамента инвестиционной группы «Нордкапитал».